Вы, наверное, уже отметили для себя, что внешний Linux очень похож на Windows или macOS. Тут можно щелкать мышкой по иконкам, запускать программы, выбирать в них меню и переходить по этим менюшкам. Однако в нем есть и другой популярный подход, как давать указания компьютеру. Заключается он в том, что мы запускаем специальную программу, она называется терминал или консоль, а по-русски командная строка, и вводим в эту строчку команды, которые указывают компьютеру, что делать. Этим подходом можно сделать все то же самое, что вы делали графически, то есть щелкая мышкой, и даже больше. Поначалу это может показаться вам очень непривычным. Мне правда так и казалось. Однако чем я больше знаком с командной строкой, тем все больше и больше она мне нравилась. И сейчас я почти не вылезаю из нее. Давайте начнем с того, что познакомимся с тем, как можно запустить ее в вашей системе Linux. Существует сразу несколько способов, как запустить терминал. Можно найти его на панели программ. Можно ввести в быстрый поиск слово терминал. Или если мы хотим пользоваться мышкой, можно нажать три клавиши одновременно. Ctrl, Alt и T английская. Мы видим, что это обычная программа. Ее можно перемещать, закрывать, сворачивать или разворачивать на весь экран. Вмигающий курсор приглашает нас ввести команду. Информация перед ним говорит о том, как зовут текущего пользователя, какое имя у компьютера и в какой папке мы сейчас находимся. Мы начали запускать терминал. Давайте изучим команды, которые можно исполнять в нем.